В первые годы войны советская армия не была готова к той тактике боевых действий, которую использовали моджахеды. В основном они действовали малыми группами с использованием элементов партизанской войны. Так как 80% территорий Афганистана – горы и плоскогорья, не во всех операциях наших войск получалось использовать наземную боевую технику. Подразделения перемещались в пешем порядке по тропам и узким ущельям, преодолевая немалые расстояния. В случае попадания в засаду подразделение давало отпор и вызывало поддержку с воздуха в виде боевых вертолетов. Иногда приходилось сдерживать противника по несколько часов, а для этого требовалось большое количество боеприпасов. Для переноски боеприпасов существовала разгрузочная система стрелка образца 50-го года. На нее крепился подсумок на 4 магазина и сумка для двух гранат. Но система была крайне неудобна и солдаты ее не носили. Маджахеды в этом плане были более подготовленные. Они носили китайские разгрузки чеком, которые отлично себя зарекомендовали еще во вьетнамской войне. Наши бойцы использовали или трофейные разгрузки, отобранные у маджахедов, или самостоятельно их шили из подручных материалов. Между собой сшивались два подсумка для магазинов или подсумки отранса РД-54. В ход также шли плащ-палатки, плавжилеты, полевые кителя, вещмешки, куски тонкого брезента или любая плотная ткань. Так как разгрузка носилась на груди, солдаты называли ее лифчиком. Кроме удобства, такой лифчик с магазинами защищал туловище от пуль и осколков. В 85-м году появилась боевая выкладка десантника БВД и разгрузочная система пояс А, который несколько раз модернизировали. В 89-м году появился пояс Б, который крепился к поясу А снизу и служил для переноски выстрелов к подствольному гранатомету. Но эти разгрузки были в ограниченном количестве. Самыми узнаваемыми символами афганской войны являются горы, автомат Калашникова, вертолет Ми-24 и солдатский лифчик. Кому понравилось видео, с вас лайк и подписка, ну а я пошел искать новые интересные и необычные факты. С вами был Алекс Мосс, спасибо за просмотр, до новых встреч!